У Спартака всегда были истинные болельщики, ну а те, кто пришли в этот холодный вечер из разряда самых преданных. И футболисты не подвели своих поклонников. Спартак, имея два мяча в запасе, играл спокойно и в конце первого тайма сумел пробить оборону пражан. Перепадинга красиво сыграл на опережение вратаря. Второй тайм уже полностью проходил по Спартаковскому сценарию. Москвичи провели ряд многоходовых комбинаций, и одну из них после передачи мостового четко завершил Иванов. Черт Чешов аплодирует своим товарищам, и таким способом решил, видно, согреться. А посмотрите, какой коварный удар нанес Иванов. Очень трудный для вратаря. Ведя по сумме двух матчей со счетом 4-0, Спартак, тем не менее, не сбросил атакующие обороты и продолжал штурм ворот гостей. Один только мостовой не раз мог изменить результат. Но прицел у него явно сбился. Одна из последних атак москвичей. Выход Шмарова – гол. Но арбитр не засчитывает его. Хотя, на наш взгляд, в этом эпизоде нарушений правил не было. Сложность этого матча в том, что первая победа в Праге диктовала свои условия. Мы, с одной стороны, хозяева и хотели показать перед зрителями, которые мужественно пришли на этот матч, спасибо им за это, хорошую игру. А с другой стороны, хотели сыграть, естественно, так, чтобы продвинуться в следующий круг. Мы знали, что Спарта имеет хорошую линию нападения. Они доказали это первой игрой в Праге. И мы решили построить, в общем-то, игру примерно так же, как и в Праге, отходить немножко назад и после срыва атаки соперников быстро выходить до шести человек в атаку. Я думаю, второй тайм особенно получился у команды, хотя и не забили столько мячей, сколько хотелось бы. Вы знаете, на мой взгляд, в этом году это лучший тайм. Впереди три решающих матча за звание, не за звание, будем говорить, теперь чемпиона страны, потому что, я думаю, вы согласитесь, все-таки киевляне практически обеспечили себе первенство. Но серебряный и бронзовый медали это тоже очень здорово. Как Спартак готовится к этим играм? Мы, как обычно, на каждую игру настраиваемся в полную силу и, по-моему, нам по силам выиграть все эти матчи. Ну, соперники тоже, наверное, будут это стараться делать. Но надо использовать, наверное, моменты такие, как были в втором тайме сегодня. Резерв для работы очень большой у нас, поэтому надо работать, конечно, над этим компонентом.